Песня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь у нас классы для воскресной школы, где дети занимаются воскресенье, читают Библию, поют и занимаются, учат, учат Слово Божие. Разные классы есть до 10 лет, до 14 лет, до 18 лет, это есть молодежь, они занимаются в этих классах. И по вечерам приходят здесь, тоже есть молительные группы, тоже по возрастам, есть мои старые, есть мои средние, есть молодежи, приходят здесь, читают Слово Божие, изучают, молятся, занимаются. Такая наша Церковь Пратистанская. Песня Христиан Настоящие христиане любят всех людей. Мы любим русских, мы любим американцев, мы любим немцев. Если они верующие, это считается наши братья. Мы уважаем все нации, которые есть. И всех любим. Америка – это одна из самых религиозных стран, которые есть у нас, на нашей планете. Это американцы. Потому что все эти люди, которые пришли в начале здесь, в Америке, это все были верующие люди. Они создали, вот Вашингтон, другие эти. Они создали конституции, все по Евангелии. Поэтому самая религиозная страна, я считаю, что это Америка. Американцы относятся к нам очень хорошо. Ну, обычно в наших церквях они с нами считаются, мы с ними считаемся. Нет никаких разногласий. Просто есть американские церкви, которые бурно растут. Я знаю церковь, где недавно открыли, молодой служитель там, пять лет может быть имеет. За пять лет туда ходят десять тысяч человек. Воскресенье утром там полиция помогает, чтобы транспорт могли выезжать, заезжать там. И люди бегут, бегут поклониться Господу. Удивили меня американцы. И они радуются и прославляют Бога так. А наша церковь не имеет такие перспективы, потому что дети уже англичане, уже говорят на английском языке, плохо понимают по-русски. Так что не знаем. Ну, сколько мы старые люди будем не знать английский, будем собираться в русской церкви. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры подогнали Симон. 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 Какие-то недопонимания. Мы хотели, чтобы это было как дружба, настоящее отношение друг к другу, чтобы был мир на земле, чтобы мы могли радоваться, чтобы мы могли служить нашему Господу. Поэтому верующие не разделяются по национальности. Если мы говорим церковь, то сразу же у русского человека и у многих других есть нации, сразу возникает определенное понятие или вот этот образ. Это здание, купола, или это костел, шпиль, или еще какие-то вещи. Но если мы идем в суть, что такое церковь? Это экклесия. Экклесия переводится как собрание людей. Поэтому, когда мы говорим о церкви, Бог вообще не имел вопрос зданий. Для него этот вопрос никогда не стоял. И у него понятие церкви, это когда люди собраны вместе. Он даже сказал, где двое или трое. Вот собираются вместе, он говорит, я обещаю, я буду посреди них. Поэтому для меня понятие церкви не связано с вот этой религиозной атрибутикой. Безусловно, где-то люди должны собираться. Поэтому люди строят храмы, люди строят костелы, люди строят молитвенные дома. Ну, у кого какое понятие есть, но главная суть – это люди. Поэтому, когда я говорю о социальной составляющей именно церкви или христиан, об этом Иисус тоже сказал очень конкретно. Вы – свет этому миру. Вы – соль этой земли. И я понимаю, что задача как раз христианской церкви, вообще христианство, не говоря о всех динаминациях, нести свет. КОНЕЦ КОНЕЦ